Добрый вечер в эфире Афонтова новости в студии Ольга Дубровская. Школа подает в суд на маму второклассницы. За что расскажем во второй части выпуска. А пока о других темах. Двенадцать дней до открытия. В новом аэропорту установят макет спутника, а пол будет напоминать Енисей. Предновогоднее дежавю в сквере космонавтов. Как выглядят городские парки зимой. Минпромторг призывает перейти на бумажную упаковку. Кто готов платить больше во имя экологии? Шквалистый ветер со снегом надвигается на Красноярск, предупреждают спасатели. По данным МЧС, завтра, 16 декабря, в центральных и южных районах края порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Телескопические трапы, быстрый Wi-Fi, пять уровней досмотра багажа, экскурсию по новому терминалу Красноярского аэропорта устроили сегодня в Рио губернатора и журналистам. Новый терминал откроет двери для первых пассажиров 27 декабря. А пока смотрите репортаж Дмитрия Пименова. Еще немного и новое здание аэропорта встретит первых гостей почти во всем великолепии. Внутреннее убранство, по задумке дизайнеров, должно сразу показать гостям города, что они находятся в Енисейской Сибири. Этот термин появился недавно. Еще не все элементы смонтированы, но уже сейчас на стенах висят панно, символизирующий полноводный Енисей. Под крышей парит спутник, пока еще без солнечных батарей. На потолке угадываются очертания крыльев. А вот рисунок пола заставит гостей поломать голову и, скорее всего, не угадать. Основное, конечно, наше достояние, я считаю, что это наша самая крупная полноводная река Российской Федерации, которая входит в топовые реки всего земного шара. И, конечно, это отражение именно течения нашей реки Енисея. Ну, а если смотреть на небо, мы постарались сделать легкую конструкцию, светлую конструкцию. Хотелось бы, чтобы все-таки ассоциировалось с небом. Здание аэропорта возвели всего за полтора года. Самое крупное за Уралом – 58 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. Прежнее – максимум на 2. По периметру разместят 500 камер видеонаблюдения, которые будут сами сигнализировать о внештатных ситуациях. Багаж будет проходить 5 барьеров досмотра. А где наша лодка в таком порядке? Ну, тогда давайте, давай пойдемте. Александр Рус заглянул в новый терминал на обратном пути из Москвы. Обошел фактически все помещения. От багажного отделения до так называемого накопителя. Главное место. Ну, это вот это. Ну, свет не работает. Не работает свет. Ну и хорошо. Несмотря на мелкие недоделки, в Рио губернатора остался увиденным доволен. Лучше запустить новый терминал сейчас, чем ждать несколько месяцев, устраняя мелочи. Из крупных недоделок пока из шести телетрапов будут действовать только два. Здесь практически все готово. За исключением возможности полноценного использования всех телетрапов. Поэтому вот посоветовавшись еще на ранних этапах, и не только с теми, кто строил аэропорт, но с акционерами, с красноярцами, все-таки мы приняли решение запускать его раньше. В новом терминале разместят 15 точек общепита. Среди них будут как федеральные, так и российские сети. Какие именно, пока неизвестно. Также обещают очень быстрый и бесплатный Wi-Fi и парковку на 700 машин, в том числе и для длительной стоянки. Новый терминал Красноярского аэропорта уже фактически готов. Осталось только, как говорят строители, накрасить губы. Первых пассажиров эти стены запустят 27 декабря. Пока здесь будут обслуживать только внутрироссийские рейсы. Зарубежные рейсы будут вылетать отсюда лишь во второй половине следующего года. Это связано с тем, что нужно оформить государственную границу и пункт таможенного контроля. Здание старого терминала реконструируют так, чтобы внешне оно гармонировало с новым. Внутри будет зал для прилета больших делегаций, спортсменов или туристов, что будет очень кстати к универсиаде. Вместе с новосельем аэропорт сменит и название. Теперь он будет называться не Емельянова, а Красноярск. Новая надпись уже появилась на новом фасаде. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Фонтова новости. Информационным мародерством назвал сегодня в Рио губернатора материалы, якобы утерянные урни с прахом Дмитрия Хворостовского, которые появились на днях в некоторых изданиях. Издания эти предположили, что капсулы вообще нет в Красноярске. И вот что сегодня на это ответил Александр Ус. Мне кажется, все-таки предел человеческому цинизму должен существовать. Но, как выясняется, его нет. Соответственно, часть праха, которая передана в Красноярск, находится в специализированном хранилище. Ничего там не происходило. И я просто рекомендую вам, вот, тем коллегам, если их можно называть коллегами, просто не подавать руки, поскольку, ну, спекулировать и заниматься таким информационным мародерством на таком имени, какое есть у Хворостовского, ну, просто недопустимо. По завещанию самого певца прах разделили на две части. Одну захоронили в Москве, другую доставили на родину Хворостовского в Красноярск. Где именно ее разместить, сегодня решала специальная комиссия. Представители власти, деятели искусства, уважаемые горожане, которые в нее вошли, обсуждали, и как увековечить память Дмитрия Хворостовского. Правда, обсуждение происходило за закрытыми дверями. Непонятно, к чему такая конспирация. Ведь красноярцы искренне любили Хворостовского. Пока рабочими остается несколько вариантов. Назвать именем Хворостовского учебные заведения, в которых он учился. Это музыкальная школа номер 4, институт искусств. Присвоить имя великого певца театру, оперы и балета. Или бульвару, который появится рядом с институтом искусств. Также обсуждается установка памятника Дмитрию Хворостовскому, в основании которого планируют заложить и капсулу с прахом. Предположительно, его установят на театральной площади. Что касается памятника, нам нужно окончательно получить подтверждение в целом по этой идее. Проговорив в первую очередь, обращая повторное внимание с родными и близкими. Поэтому, если их идея установки памятника, к примеру, на театральной площади, полностью удовлетворит, то, скорее всего, можно предполагать, что это станет основным вариантом. Хотя есть еще и по-прежнему альтернативный вариант, связанный с установкой памятника на набережной Несея. Поэтому мы хотим с родными и близкими, в первую очередь, посоветоваться и с ними совместно принять решение. Всего 1% от мусора на наших свалках занимают пластиковые пакеты. И если задуматься, то это сотни тонн неразлагаемых отходов. Минпромторг решил исправить ситуацию и предложил крупным ритейлерам по возможности заменить бумажной упаковкой неэкологичную полимерную. В торговых сетях говорят, альтернативы пластику пока нет. Это самый дешевый вид упаковки. Арифметика полиэтиленовых пакетов от Клавдей Стельмахович. Шуршащий полиэтиленовый пакетик может уйти в историю. Минпромторг в тандеме с изопромышленниками предлагает крупным торговым сетям ограничить неэкологичную упаковку из полимеров и заворачивать продукты, например, в бумагу. Но бумага – это дорого, говорят ритейлеры. Обычный пакет стоит, грубо говоря, 4 рубля. Такая сумочка стоит 30-32 рубля. А бумажный пакет меньшей вместимости стоит 50-60 рублей. И покупатель, как бы он не был позитивно настроен и экологичен, все-таки голосует рублем и не готовы, совершая постоянные покупки, приобретать бумажные пакеты. Экспериментировать с экологичностью крупнейшие торговые сети Красноярска начали и сами. Одно время на кассах в одной из них лежали биоразлагаемые пакеты. Правда, доплачивать за них красноярцы не стали, обошлись обычными. В сутки торговая сеть «Командор» продает около 3 тысяч пакетов «Майк». Для «Красный Яр» за 24 часа отпускают 51 тысячу мешков. Покупатели этих двух сетей за год уносят с собой 128 миллионов 115 тысяч пакетов, которые обязательно окажутся на свалке. Если верить сообщениям СМИ, то удельный вес пластиковой упаковки, тары, пакетов и пищевой пленки не так уж и велик. Это около 1% от всего бытового мусора, который выбрасывают россиян. Но с другой стороны, это 150 тонн неразлагающихся отходов. Но если выйти за пределы Красноярска и посмотреть в океан, то туда ежегодно сбрасывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Ситуация помог спасти биоразлагаемый пластик. Но и тут чудес ждать не стоит. Просто выбросить такой пакет нельзя. Его нужно специально утилизировать. Такого рода пластики нужно собирать, нужно складывать в кучи, в которых будут жить эти микроорганизмы. Нужно поддерживать температуру 50-60 градусов. И при соблюдении этих условий, как заявляет производитель, пластики разложатся в течение 10-12 недель. Внешне, конечно, такого рода пластики, пакеты, изготовленные из такого рода пластиков, вы не отличите от обычного углеводородного пластика. Еще предупреждают химики производство такого умного пластика, который разлагается за считанные недели, штука дорогая. Цена пакета может вырасти в 5-10 раз. Поэтому сети ищут поставщиков, чья экологичная упаковка была бы действительно таковой и при этом не стоила, как позолоченная. Заявить о том, что пакет береразлагаемый, это замечательно. Но вопрос в том, что мы на самом деле береразлагаемый, потому что пока те предложения, которые подходят, так или иначе дают срок разложения, например, 30 лет. Ну, то есть так или иначе, большие вопросы возникают, насколько это на самом деле береразлагаемый продукт, насколько он биологический. Еще одно возможное решение – носить с собой многоразовые сумки. Они тоже продаются в супермаркетах. Такая авоська служит долго, экономит и деньги, и место на свалке. Клавдис Тремахович, Ирина Самойлова, Дмитрий Яковлев, Алексей Егоров. Афонтова новости. И мы спросили у покупателей, согласны ли они отказаться от полиэтиленовой упаковки. Оказалось, что красноярцы вовсе не против стать экологичнее. Была бы другая упаковка. А если пакетик будет, допустим, биоразлагаемый, который не вреден для окружающей среды, но он будет стоить дороже, вот вы согласны доплатить разницу? А почему бы и нет? Если это хороший и крепкий пакет, с удовольствием взять можно. Я с сумкой хожу, поэтому я в сумку все складываю. Бумажные пусть делают. Вот говорят, что они будут дороже. Вы согласны доплатить? Согласен. Зато меньше будет мусора. Нет, я всякий раз покупаю пакет, использую его потом как мусорный. Министр экологии готов помочь общественнику Игорю Шпехту узаконить замеры качества воздуха. Владимир Часоветин рассказал, что предварительно на вторник назначена встреча с добровольным экологом, на которой обсудят, как получить лицензию на датчики проекта «Красноярск. Небо». Необходимо и определиться с размещением, необходимо определиться с самими приборами, необходимо определиться, в каком температурном режиме эти приборы могут работать и так далее. Мы просто возьмем эту проблему, рассмотрим ее и посмотрим, где мы можем помочь общественнику реализовать свою общественную инициативу. Что касается лицензирования деятельности, та же самая история. Министерство окажет полную поддержку. Напомню, Игор Шпехт создал собственную сеть мониторинга городского воздуха, данные которой публикуют в мобильном приложении «Красноярск. Небо». Общественникам и его системой заинтересовалась прокуратура, после того, как несколько дней подряд его ресурс показывал более сильное загрязнение воздуха, чем официальные датчики. Прокурор Края объяснил, такая деятельность должна быть лицензирована. Шпехт с аргументами не согласился. На днях в интернете пользователи запустили флешмоб в защиту проекта «Красноярск. Небо». Сотни красноярцев выгладывали фотографии с уличными термометрами с вопросом «Мне тоже нужна лицензия?». В министерстве сегодня сказали, что готовы работать со всеми общественниками, но в рамках закона. Нечищенные дорожки, куча грязного снега и гололедица – так выглядит сквер космонавтов в преддверии новогодних праздников. К слову, уже не первый год. На него, кстати, жаловались жители на личном приеме мэра. Ольга Хохлова сегодня проехала по городским паркам и скверам и увидела, что у коммунальщиков руки до них доходят не всегда. Если скверы и парки в центре хоть как-то чистят и у горожан не возникает нареканий, то про окраины города в этом году снова все забыли. Вот такие снежные кучи мы сегодня нашли возле сквера космонавтов. Здесь традиционно устанавливают Кразовскую елку. Но чтобы туда попасть, сначала нужно пройти здесь. Вот такие огромные черные снежные кучи лежат вдоль периметра всего сквера. Сюда спецтехника привозит снег с дорог города. Вряд ли это создает новогоднее настроение, сами понимаете. Но что касается самого сквера, то спецтехника здесь не работала. Это видно невооруженным глазом. Снега очень много и ходить возможно лишь вот по этим узким тропинкам, которые вытоптали сами красноярцы. И это я одна здесь сейчас иду. А что будет, когда сюда приедут сотни горожан на Новый год, боюсь представить. И пройти тяжело. И еще обратила внимание, что такой грязный снег привезли. Откуда его такой набрали? Непонятно. В этом году, наверное, хуже, чем было в прошлом, позапрошлом году. Меньше организации, что ли. И вот действительно как-то меньше чистить стали. Да нигде не чистят, везде плохо ходить. Так что идешь и боишься. Там гололед, а сверху снег. В управлении зеленого строительства объясняют, в этом сквере в советском районе чистят лишь тропинки, а именно на этом месте газон. И работать здесь спецтехника не может. Более того, сюда нужно бы скидывать снег с дорожек. Так положено. И куча снега по периметру сквера распоряжение мэрии. Это естественное ограждение для безопасности детей. А это сквер под названием Солнечный. Он находится на улице 26 бакинских комиссаров. Как правило, здесь гуляют жители Ленинского района. Здесь есть вот такой детский городок для малышей с горками, качелями и каруселями. Вот только подобраться к нему практически нереально. Здесь за зиму тоже ни разу не чистили снег. И приходится идти прямо по сугробам. Сколько техники работает в городе, в мэрии нам не пояснили. Известно, что это бобкеты, щетки и другие машины. Они выезжают чистить снег далеко не каждый день. Просто есть приоритетные скверы. Туда заходит техника больше раз. Например, мединститут, Дубенского. Потом идет у меня Петра Февроньи, Молокова, 357. Скверы туда заходят чуть ли не каждый день. Вот они едут, поехали и заезжают в эти скверы, чистят их. Есть, конечно, такие скверы, ну как неприоритетные. Туда заходит раз в неделю техника. А вот вывозят снег и того реже, пока не накопится. Вот только зима эта, по прогнозам синоптиков, будет снежной. Уже завтра в Красноярске ожидается сильный снегопад. И работы специалистам еще прибавятся. Ольга Хоклова, Эдуард Баглай, Андрей Ткачук. Афонтова новости. Предвыборная президентская кампания стартует 18 декабря, как и положено по закону, за три месяца до выборов. Сегодня дату избрания нового главы государства определили на заседании Совета Федерации. Итак, голосовать за кандидатов в президенты будем 18 марта. Новогодние елки и гирлянды могут быть опасны для здоровья. Эксперты Центра стандартизации Сибирского федерального университета проверили эти новогодние атрибуты. Оказалось, претензий к ним много. Олеся Рожкова выслушала все замечания, а заодно узнала, как выбрать хорошую искусственную ель и безопасную гирлянду. Какие-то острые консервы. Новогодние ели и сосны эксперты изучают тщательно. На столе пять образцов родом из России, Китая и Вьетнама. Цена от двух до двух с половиной тысяч рублей. Требование – искусственное дерево. Не должно пахнуть, осыпаться, должно твердо стоять на поверхности и не колоться. То есть всю проволоку производитель должен спрятать. Для экспертов деревья тестировали студенты торгового института. Собирали, игрушками украшали. Например, образец номер два окрестили Кровавая Мэри, проверяющие о проволоку искололи все руки. Третий образец тоже поранил студентов. Никто из елочек не получил самую высшую оценку 5 баллов. Самая высокая оценка в районе 3,9 балла. Студентов не устроило то, что елки осыпаются, неустойчивы на поверхности, имеют достаточно большое количество острых участков незаделанной проволоки. И также некоторые елки оказались относительно лысыми и неудобно вешать игрушки. При этом все пять образцов прошли лабораторные исследования. Вердикт не опасным. Специалисты советуют при покупке понюхать искусственное дерево. Запаха быть не должно. Если аромат сильный, значит в составе есть токсические вещества. К сожалению, столкнулись вот с такой проблемой. Ни обязательной сертификации, ни декларированию не подлежат данные товары. Однако же все-таки представлены на рынке. Нарушения были выявлены тоже в части маркировки. Не все производители представляют достоверную информацию, доводят до потребителя те сведения, из чего, когда сделано было это изделие. Проверили эксперты и гирлянды. Также закупили пять образцов. Цена от 200 до 700 рублей. Все сделаны в Китае. В лаборатории разноцветные огни исследовали на электробезопасность. Проверили и маркировку. В результате ни один образец проверку не прошел. Но какая же новогодняя елка без гирлянды? И вот на что нужно обратить внимание при выборе этого украшения. Первое – достаньте гирлянду из упаковки. И внимательно проверьте все провода. Не должно быть никаких дефектов, например, вот как здесь. Далее – расстояние от вилки до первой лампочки должно быть не менее полутора метров. Вот здесь где-то 80 сантиметров. Это уже нарушение. А значит, такая гирлянда просто небезопасна. И, конечно, все лампочки в гирлянде должны гореть. Олеся Рожкова, Олег Голубин, Афонтова новости. 20-тысячный малыш появился в перинатальном центре. Познакомимся с его семьей сразу после рекламы. Такого на взлетке никогда не было. И больше не будет. По-скандинавски теплые дома от Арбан. И органический ландшафт на всей территории микрорайона. Скандис. Природные дворы на взлетке. Новогодняя распродажа. Вы снова все по фабричным ценам. Успейте купить. Действует рассрочка. Авиаторов 5. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный. Шумятского 1. Телефон 266-79-79. Рыбное хозяйство Елисей. Выращивает речную радужную форель и реализует ее в розницу и оптом. В хозяйстве регулярно проводят экспертизы и лабораторные исследования рыб. Еще Елисей занимается розничной торговлей карпа. Сама стерлядки и осетра. Елисей рядом с березовкой. Ориентируйтесь по указателям. Новогоднее настроение. Скейтеринг Беллини Групп. 250-10-90. Новогодняя распродажа. Вы снова все по фабричным ценам. Успейте купить. Действует рассрочка. Авиаторов 5. 27 по-скандинавски продуманных планировок и возможность выбрать свой вариант даже среди квартир одной и той же площади. Эркер или панорамное окно в пол будут в каждой квартире. Скандис. Природные дворы на взлетке. Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем. Директоры и классный руководитель Березовской школы будут судиться с мамой второклассницы. Учителя намерены обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Поводом для этого послужил наш сюжет. Напомню, в среду к нам обратилась мама ученицы и рассказала, что ее дочь заболела с карлатиной. Но педагоги скрыли этот факт и класс не обработали. Администрация школы уверяет, это ложь в школе сразу провели необходимую дезинфекцию. Кроме того, и сегодня, до сегодняшнего дня в школе действует карантин по этому заболеванию. Мама девочки нашему телеканалу рассказала, что если обращение в суд будет, она подаст встречный иск. Они говорят, что я оскорбила их школу, испортила репутацию всеми, учителю и директору. И я недостойна учиться в этой школе. Плюс на собрании вчера была сказана такая фраза «Давайте проголосуем за то, чтобы вывести ребенка и мамочку со школы». В перинатальном центре выписали 20-тысячную малышку. Маша родилась здоровой, родители счастливы, врачи подарили семье часы и набор для грудничков. Руководитель центра Андрей Павлов признался, выписку пришлось чуть задержать, чтобы совместить два праздника. 20-тысячный ребенок и ровно 6 лет работы перинатального центра. Мама была не против, она благодарна врачам. Ее роды проходили тяжело, но все обошлось. Маша в семье Безюр уже второй ребенок. Защищать и оберегать младшую сестренку готовится брат Владик. Мама Ольга говорит, что не ожидала такого внимания. Как и обычно, как все мамочки. Я лежала в обычной палате с другой мамочкой. Пришли, удивили, порадовали, шокировали, можно сказать. Приятно, конечно же. Ну, счастливая дата, счастливый ребенок. Надеюсь, все будет хорошо в дальнейшем. Спасибо большое. Неожиданно. За 6 лет работы Центр охраны материнства и детства помог появиться на свет 20 тысячам детей. Около 30 тысяч женщин получили здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Центр специализируется на сложных родовых диагнозах. Здесь выхаживают даже детишек весом меньше полутора килограммов. Таких уже в Красноярске больше тысячи. В этом году врачи фиксируют снижение рождаемости. Вызвано оно демографической ситуацией. Если в прошлом году в крае было принято 39,5 тысяч родов, то в этом на 10% меньше. Нас печалит, что в целом демографическая ситуация в стране и, конечно, в Красноярском крае она ухудшается. Количество родов становится меньше. На сегодняшний день можно констатировать, что по сравнению с прошлым годом количество родов в крае больше, чем на 4 тысячи меньше. Красноярск готовится масштабно отметить Всероссийский день хоккея, а регбийные клубы города готовятся к матчам Еврокубка. Все подробности в спортобзоре Антона Соркина. Партнер показа компания «Троица». Соусы и специи из Грузии. Спрашивайте в магазинах города. Можно приготовить все, что угодно, но это не будет вкусно без хороших приправ. Натуральные соусы и специи из Грузии для ваших блюд. Качество, экологичность, удобство в использовании и насыщенный вкус. Спрашивайте в магазинах города. Женская команда баскетбольного «Енисея» с победы стартовала в 1-16 финала плей-офф Кубка ФИБА. На своей площадке девушки с разницей в 11 очков одолели бельгийский «Намюр». Ответная игра команд пройдет 21 декабря. Сегодня ночью регбийные клубы Красноярска ждет очередное испытание. «Енисея» с ТМ и Краснояр проведут матчи в Кубке Вызова. Действующий чемпион России в 2 часа 30 минут по красноярскому времени выйдет на поле в Бордо. Напомним, игра соперников в Красноярске завершилась со счетом 24-52 в пользу французов. Для регбистов Бордо это пока что единственный успех на турнире. Заводчане, в свою очередь, за три тура пока так и не познали вкус победы. Эта крупная победа Бордо, она может сыграть как раз на пользу «Енисея». То есть у себя дома, скорее всего, они уже не выйдут в такой состав, какой был в Красноярске это раз. Ну и настрой у них, наверное, тоже будет не настолько мощный, какой был в Красноярске. Но я думаю, что, как это ни странно, у «Енисея» есть шансы победить. Стоит отметить, в противостоянии «Енисея» Бордо впервые в истории Еврокубков в качестве главного суди назначена женщина. На поле команды выведет ирландский рефери Джой Невилл. А за час до этой встречи Краснояр на Туманном Альбионе начнет матч с лидером своей группы Эдинбургом. Именно шотландцы пока нанесли сибирикам самое чувствительное поражение на турнире. Первый матч команд в Москве завершился победой гостей 14-73. Здесь, скорее всего, произойдет то же самое. И состав будет немножко послабее, и настрой уже будет не такой. И поэтому, скорее всего, конечно, Эдинбург выиграет, но не с таким счетом. На протяжении трех дней в Красноярске будет проходить самое красочное событие года. МВДЦ «Сибирь» принимает 14-й международный турнир по танцевальному спорту «Огни Большого города». В исполнении молодых и опытных пар зрители смогут увидеть вальс, танго, фокстрот, румбу, пасадобаль и многое другое. Каждые из трех дней соревнования будут проходить с утра и до самого вечера. В эту субботу в Красноярске впервые отметят Всероссийский день хоккея. В 12 часов 30 минут на стадионе «Рассвет» начнутся соревнования по всем разновидностям этого вида спорта. Клюшкой можно будет погонять как мячик, так и шайбу. А те, кто не уверенно чувствует себя на коньках, сыграют в валенках. Также запланированы веселые эстафеты, мастер-классы от профессионалов и матч-звезд. Плюс ко всему еще такая фишка является то, что мы там заказали полевую кухню. Все участники у нас будут горячей кашей накормлены и чаем напоены. На время проведения праздника вход на каток будет бесплатным. Антон Соркин, Андрей Ткачука, Фонтова новости. И на этом наш выпуск завершен. Сообщайте новости по телефону, редакции 285-14-14. Фотографии и видео присылайте в любом из популярных мессенджеров на номер 8 953-585-14-14. Следите за страничками Афонтова в Фейсбуке и ВКонтакте. Хорошего вам вечера, хорошего вам выходных. До свидания. Спонсор прогноза погоды – компания «Интертакс». Связь для дела. От лица «Беленингрупп» поздравляем компанию «Интертакс» с 26-летием. Благодарим за высокое качество услуг и за профессионализм всей команды. Желаем финансового процветания и покорения новых высот бизнеса. Завтра в субботу 16 декабря в Красноярске облачно и снежно. Ветер западный 5 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 7 градусов ниже нуля, ночью – минус 11. Воскресенье 17 декабря в нашем городе облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Днем столбики термометра поднимутся до минус 7 градусов. Ночью похолодает до минус 11. Снежный барс. Праздничные скидки. В новом году посуда «Цептер» поможет вам готовить быстро, легко и с удовольствием. Новейшая разработка в области дизайна. Кухонная посуда высочайшего качества. Главное преимущество – готовим без добавления воды и соли, жарим без масла, сохраняя все витамины в процессе готовки. «Цептер» – один из мировых лидеров в области полезного питания. Новинка от компании «Шнековая соковыжималка». Свежевыжатый сок, природный кладезь натуральных витаминов и питательных веществ. Приобрести продукцию «Цептер» вы можете по адресу Баграда, 12, 2-277-117. Мечтаешь экономить деньги, а главное – время? Тысячи жителей края уже воплотили свою мечту. Они пользуются краевым порталом госуслуг, где одним кликом можно получить паспорт или зарегистрировать автомобиль, оплатить штраф с 50-процентной скидкой и узнать свои задолженности. Более полусотни электронных услуг можно получить, не выходя из дома и не проводя часами в очередях, при этом экономя 30% на оплате госпошлины по ряду из них. Все это можно оформить на краевом портале госуслуг www.gosuslugi.krskostate.ru Дедом Морозом может стать каждый. Телекомпания «Афонтово» объявляет акцию «Я – Дед Мороз». Мы собираем новогодние подарки для одиноких пенсионеров-пансионатов в Солнечном. Сладости, теплые вещи, полезные и приятные мелочи. Давайте дарить пожилым людям не только подарки, но и живое общение. Прием подарков стартует с 27 ноября. Подробности по телефону 285-14-14. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok